Здравствуйте, друзья. У нас с вами сегодня несколько докладчиков. Первый докладчик у нас Родион из агентства Молоко. Мы начнем про Telegram. Он расскажет про то, как они использовали посевы в Telegram для продажи недвижимости и почему, по их мнению, это обязательно для использования канала продвижения. Привет. Здравствуйте, меня зовут Родион Мезерин. Я темлит направления интернет-рекламы в компании Молоко и я являюсь сертифицированным специалистом Яндекса. С командой мы уже занимаемся 6 лет лидогенерации в сфере недвижимости, являемся спикерами жилищного конгресса и наша команда заняла третье место на Workspace Digital Awards в 2023 году как раз-таки в номинации «Недвижимость и строительство». И сегодня мы с вами поговорим о такой замечательной сети, как Telegram, разберем способы рекламы в этом канале, детально рассмотрим промо-посевы в каналах как один из основных источников трафика, найдем плюсы и минусы этого способа, ну и, конечно же, закрепим информацию кейсами и цифрами. Давайте приступать. Telegram в 2023 году по праву можно назвать одним из самых популярных мессенджеров России. 41% населения ежедневно заходит в Telegram, и это, естественно, делает его привлекательным для рекламодателем из разных отраслей и тематик. В Telegram у нас есть два основных способа рекламы. Для лучшего понимания разделим их на официальную рекламу и неофициальную рекламу, и детально поговорим про каждый из этих способов. Официальная реклама. Здесь у нас все просто. Есть свой рекламный кабинет, где мы запускаем наши рекламные объявления либо на интересы, либо выбираем в таргет несколько каналов и стараемся пушить только их. Для рекламы в Telegram Ads мы можем использовать в качестве посадки нашу группу, как в целом, так и вести на отдельный пост нашего бота, и с недавнего времени мы можем вести аудиторию на наш сайт. Все эти способы могут включать все разные цели, например, с помощью рекламы группы мы можем набирать подписчиков, а уже с помощью бота или сайта генерить наших лидов. А неофициальная же реклама делится у нас на два вида. Это как раз-таки реклама в каналах, наши промо-посевы, и реклама через ботов. Это такие боты, которые пишут вам либо в личные сообщения, либо активно спамят в чат группу, на которую вы подписаны. Но этот формат рекламы мы разбирать не будем. Мы конкретно остановимся с вами на промо-посевах и будем обсуждать их довольно-таки подробно. Обсудим с вами способы закупа, в каких каналах покупать, как тестировать промо-посты. И, наверное, начнем со способов закупа. У нас с вами есть два способа покупки промо-постов. Первый вариант – это через биржу, где мы с вами регистрируемся. У нее есть свой внутренний кабинет с подборками каналов для размещения нашей рекламы. И уже там с помощью внутреннего интерфейса заводим наш рекламный пост в кабинет, делаем выборку каналов и закупаем посты на определенное время. Все просто. Второй вариант – это когда мы сами находим админов каналов, в которых хотим размещаться, договариваемся с ними насчет промо-поста и запускаем рекламу. Наверное, второй вариант становится все менее популярным с выходом нового закона о рекламе, где вы должны сами заключать договор с владельцем канала о размещении поста и отчитываться о статистике размещения в ОРД. А как этот вопрос закрывают биржи, давайте разберем это на примере как раз-таки биржи Вау-блогера. С ними на самом деле все просто. У них уже подключена автоматическая маркировка и отправление данных в ОРД. И единственное, что нам нужно будет сделать, так это заполнить данные нашего ИП или ООО при регистрации рекламного аккаунта. И теперь давайте детальнее разберем как раз-таки плюсы биржи. Первое – это удобство подбора пабликов. Внутри рекламного кабинета с помощью поисковика и фильтров в рекламном кабинете биржи. Второй плюс – это выгрузка детальной статистики. Нам не нужно отдельно запрашивать админов о статистике размещения нашего поста. Вся статистика есть у нас внутри рекламного кабинета, внутри нашего интерфейса. Третий плюс – это меньше операционной работы. И на этот плюс я, наверное, приведу наш рабочий пример. А когда мы закупали рекламу для застройщиков в уже запрещенной сети и до момента выхода во блогер, и на всю операционку и общение мы потратили три дня, это все растянулось из-за того, что кому-то было неудобно отвечать в рабочее время. То есть мы списывались утром, днем, вечером, ночью, без разницы. И, конечно, биржа закрывает вопрос именно с операционной работой и общением с администратором. Ну, маркировку мы уже с вами обговорили. Единственное, что я здесь добавлю, так это если вы сами хотите более детально разобраться с маркировкой рекламы, то у сервиса E-LAM есть бесплатные вебинары в открытых источниках и даже совместный курс с PPC World. Я думаю, коллеги поделятся в чате, если вам действительно интересно разобраться, и вы сами хотите погрузиться детальнее в этот вопрос. Ну и еще один плюс размещения – это личный менеджер на платформе, который поможет вам не только с размещением выбранных каналов, но и сможет расширить список своими рекомендациями и составить для вас подборку. Единственное, что стоит оговорить, к вам подключат личного менеджера при пополнении кабинета на сумму от 120 тысяч рублей. Это тоже важно, запомнили. Ну, а минус здесь, наверное, только один, да, и минусом я это не считаю, потому что биржа берет свою комиссию за работу, но при этом экономит ваше время и нервы. И теперь мы рассмотрели все плюсы, да, и способ покупки рекламы через биржу, и нам нужно понять, в каких каналах покупать, и на самом деле это ответ прост, там, где сидит наша целевая аудитория. И давайте я сначала приведу пример, как делаем мы, какие тематики каналов выбираем при рекламе недвижимости, в тематике недвижимости. На первом месте у нас идут отраслевые каналы, контент которых построен вокруг рынка недвижимости, то есть это каналы СМИ, блоги, экспертов из недвижки, а на втором месте это каналы с инвестиционной и околоэкономической тематикой, то есть это финансовые, биржевые и банковские каналы. А плюс-минус две тематики схожи по стоимости и емкости льдов. Но если мы запускаем застройщика комфорт класса или комфорт плюс, то мы обычно не рекомендуем использовать им эти тематики для размещения рекламы, а переходим к двум другим. И это у нас как раз-таки информационные каналы, то есть группы, локальные паблики, которые пишут новости, обзоры, афиши и прочую информативно-развлекательную повестку в каналах. И вот эта тематика прям must-have, потому что здесь у нас дешевая стоимость просмотров и низкая стоимость льда. Четвертая тематика — это блогеры. И здесь на самом деле сложнее всего, потому что чаще всего для именно этой тематики для застройщика стоимость показов сильно завышена и зависит все от того, какого вы блогера выберете. Если вы выберете блогера, где собран концентрат вашей целевой аудитории, то, конечно же, результат вас порадует. Но, опять же, для этого нужно постоянно тестировать и заходить с разными вариантами креативов, которые мы можем использовать. Эти четыре тематики мы используем в своих размещениях. И это круто, скажете мне вы. Но как их выбрать для себя, для своей ниши? Ведь то, что подходит для недвижимости, например, не подойдет для услуг клиники или стоматологии. Я не спорю, поэтому расскажу про несколько способов, как можно выбрать тематику для размещения, которая подойдет именно вашему бизнесу. Для этого есть свои инструменты, которые помогут вам с построением гипотезы и поиском нужных тематик. Поэтому давайте на них посмотрим. Первый формат, вариант – это у нас Яндекс.Метрика. Если у нас уже есть сайт, и, допустим, на него уже подключена реклама. Здесь она нам, конечно же, поможет, а особенно нам помогут отчеты по аудиториям. Если и самый, наверное, must-have отчет – это долгосрочные интересы. То есть мы делаем выборку по интересам, которые превалируют на нашем сайте у пользователей. Идем на биржу и с помощью фильтров выбираем эту тематику и делаем подборку каналов для себя. Второй по списку у нас инструмент, но не второй по важности. Это называется он «Аналитика рынка» в Телеграме от E-Lama, с которым очень просто работать. Вы выбираете тематику вашего бизнеса и смотрите топ-5 тематик, которые используются для рекламы вашей ниши, и выбираете подходящую для себя. Довольно-таки интересный инструмент, который также подойдет для анализа стоимости аукциона и тематик в Телеграме. Я думаю, ссылкой тоже поделятся коллеги в чате. Менеджер на бирже – это мы уже с вами обговорили. И при пополнении определенной суммы менеджер, ознакомившись с вашим бизнесом, с вашей тематикой, сделает для вас подборку каналов, утвердит ее с вами, и уже с помощью менеджера вы продолжите ваше размещение. Можно воспользоваться своими гипотезами. Или, допустим, использовать портрет целевой аудитории или устроить совместный брейншторм с коллегами в офисе. Тут уже кому как удобнее, и это не единственные варианты, их множество. Выбирайте и пробуйте, какой вам больше подойдет. Ну и последний вариант нашей подборки подойдет тем, у кого развита группа ВКонтакте. С помощью любого парсера вы можете собрать концентрат групп, на которые подписана ваша аудитория, и попробовать их найти в том же Телеграме, либо найти похожие по тематике. Этот способ из вышепречисленных, наверное, самый скиллозависимый, и если у вас в команде работает таргетолог, то, конечно же, лучше отдать эту задачу ему. Я не добавил слайд презентации, но стоит обговорить. Еще, конечно же, вам помогут кейсы. Единственное, стоит выбирать источник, откуда вы берете кейс, потому что не все кейсы с цифрами у нас, к сожалению, в сети интернет правдивые. Теперь давайте перейдем к следующему слайду и рассмотрим с вами способы тестового закупа наших промо-постов. У нас их на самом деле два. Первый вариант – это запуск одного рекламного поста на различные аудитории и каналы. Это такой вариант, знаете, быстрый и сердито. А такой вариант – это чуть сниженная эффективность, но покажет себя довольно хорошо, если в подборке нет узкотематических каналов, в которых своеобразная аудитория, и у нее свой паттерн поведения. То есть для них нужно отдельно писать промо-пост с конкретно для них посылом. Ну и второй – это у нас вариант. Секунду. Это мы как раз пишем пост под нашу целевую аудиторию. То есть для тематики недвижимости мы пишем, если в канале больше новостей про новую стройку, то раскрываем преимущества ЖК, возможно, делаем некий анонс, а если упор на экономику застройки, то можно зайти с текстом под привлекательность инвестиций. Инвестиции – это у нас понятно. Раскрываем инвест преимущества нашего проекта. Городские паблики. Здесь мы рассказываем уже про УТП и преимущества нашего жилого комплекса. Пробуем зайти, допустим, с торговым предложением под массовый сегмент. Разберем это как раз-таки в кейсе. Но у блогеров можно попросить записать некий обзор нашего жилого комплекса, сделав упор на преимущества комплекса, который подходит под целевую аудиторию блогера. Итак, мы с вами определились с каналами, знать, где сидит наша целевая аудитория, и, возможно, уже написали пост. И я предлагаю вам разобрать два рекламных поста и дать несколько советов, чтобы еще больше повысить эффективность ваших рекламных размещений и предостеречь от некоторых возможных ошибок. Вот начнем, наверное, с плохого. Первое. Нет акцента на креативе. То есть креатив – это одна из самых важных частей нашего рекламного поста. Если она никак не привлекает внимание, это будет слив бюджета, и ваш пост вмешается с информационной лентой и пройдет мимо ваших клиентов. Второе – это ссылка вшита в текст. Я думаю, вы здесь видите, подсвечена ЖК-СТ. У этого подхода есть два «но». Не всегда клиент понимает, что на текст нужно кликать. Мало ли, вы просто подсветили текст, как я сказал. Ну и второе – это в слайде презентации показано, называется «окно переадресации». А когда, как говорится, лишний клик – это у нас враг конверсии, особенно когда этот клик у нас высвечивается в окне предупреждения при переходе на сайт. То есть за этим тоже нужно следить. Смотрите, здесь не будет заметно, но стоит обращать внимание на время размещения. То есть я бы рекомендовал выпускать ваш промо-пост перед моментом пиковой активности в канале. Зачастую это 7-8 утра, когда люди едут на работу, пьют кофе, серфят новости, и мы как раз вылавливаем эту пиковую активность нашим постом. Плюс администратор у нас еще не проснулся и не начал активно спамить произошедшими новостями в наш канал. Ну и, конечно, какая реклама без призыва к действию? Пост ради поста никогда не принесет такого результата, как пост с конкретным целевым действием. Но и здесь важно запомнить, у нас с вами один рекламный пост, одно целевое действие. Чтобы не путать нашего клиента, мы с вами должны его ввести по нашей воронке, а не он сам решать, куда ему пойти. Это запомнили. Теперь давайте перейдем ко второму креативу. Здесь у нас пример креатива, где все критерии соблены, и перед нами выстраивается совершенно другая картина. Здесь мы имеем акцент на рекламируемый объект, ссылка, которая вызывает вопросы при адресации, ну и, конечно, призыв к действию. И, кстати, у этого поста еще один лайфхак. Видите, синий заголовок. Двухкомнатные квартиры. Мы туда тоже вшили в ссылку, но лишь только для того, чтобы визуально выделить его и сделать акцентным. То есть мы не надеемся получить с него каких-то дополнительных переходов. Это один из способов выделения текста в нашем креативе. То есть пользуйтесь, забирайте. Я надеюсь, вы тоже найдете какие-то еще дополнительные способы, как сделать и расставить акценты вашего креатива. Допустим, те же смайлики смогут вам в этом помочь. Посты разобрали. Теперь давайте подведем итоги работы с промо-посевами и рассмотрим их плюсы и минусы, сравнив с официальной рекламой. Первое – это у нас легко прогнозируемый CPM. Если закупаете каналы через биржу, у вас в каждом канале видна цена размещения. CPM – это цена тысячи показов. CPV – это цена просмотра. И это, конечно, облегчает ваше медиапланирование и прогнозирование результатов. Различные форматы рекламных постов, то есть видео, гифки, одна картинка, целая галерея. Мы пишем длинный текст, короткий, все, что пожелает ваша душа. А Telegram S в этом плане, конечно же, ограничено. Допустим, только с недавнего времени добавили возможность рекламировать стикеры. Более целевые лиды, но на стартовых этапах дороже. Опять же, это работает, когда вы уже выбрали канал и совместили его с вашим рекламным постом, который работает наиболее эффективно. То есть тогда мы получаем довольно-таки дешевые лиды. Следующий плюс – это минимальный порог входа. Здесь вы его устанавливаете сами. Поверьте мне, вы можете пополнить Telegram про биржу на 500 рублей и выкупить какой-нибудь самый дешевый канал. То есть здесь вас никто не ограничивает. Видят все пользователи. То есть вспомним, что Telegram S запрещает нам рекламироваться на тех людей, которые приобрели себе премиум подписки. Все-таки здесь мы рекламируем с Telegram S теряем довольно-таки с плюсами, наверное. Давайте поговорим немножко о минусах. Теперь уже по сравнению с Telegram. И плюс пройдет не все выбранные каналы. Например, сомневаюсь, что ваш конкурент захочет размещать ваш рекламный пост у себя на канале. Telegram S это все просто. Если вашего конкурента от тысячи подписчиков, то льем на него рекламу, не стесняемся и стараемся забрать более привлекательным офером его аудиторию. Тут понятно. Еще один минус, если мы сравним с Telegram S это то, что основной объем приходится на первые несколько часов после нашего рекламного размещения. Хоть это у нас и рекламное размещение, но не забываем про специфику того, что это у нас все-таки первым делом пост. И он постепенно будет уходить все дальше по ленте и терять в объеме трафика. Особенно это заметно, если вы размещаетесь в каком-либо новостнике и в день размещения произошли какие-либо массовые события. То есть ваш пост быстро улетит вниз по ленте. Ну или в ях. Еще одна особенность это быстрое выгорание аудитории в маленьких пабликах. То есть у нас не получится постоянно рекламироваться в одном канале, допустим, на протяжении месяца с одним рекламным посылом либо же оффером. Нужно постоянно менять подход, менять креатив, посылы и, естественно, искать новые каналы для удержания на стоимость или на. Ну, плюсы и минусы разобрали. Теперь давайте закрепим нашу информацию в кейсах. Разберем три кейса. Это кейс агентства недвижимости, кейс застройщика. Ну и вдобавок я расскажу наш кейс в тематике услуг, а конкретно ремонта балкона. И первый у нас кейс агентства недвижимости, которое обратилось к нам в августе. Оно хотело с нами зайти на тест новой для себя рекламной площадки. И мы договорились с ними на тестовый бюджет 120 тысяч рублей в месяц. Для такого бюджета мы не стали рассматривать площадку Яндекса и обратились за помощью к Телеграмму. Для работы с ними мы взяли связку двухкомнатные квартиры с привязкой к району. В основном делали акцент на размещение в городских пабликах и получили результаты 127 заявку со средней стоимостью в 850 рублей, из которых получили 16 встреч, после чего они перешли в 14 продаж. Ну, а в закреплении этих цифр я делюсь комментариями нашего клиента и обратной связи. И даже здесь мы можем увидеть комментарий, где один человек покупает 4 квартиры. То есть здесь сидит довольно-таки платежеспособная аудитория вашего бюджетного или медиапланирования. Ну, и мы уже прошли тестовый период и продолжаем с ними сотрудничать. И самое главное удерживаем нашу результативность в этом прекрасном рекламном канале. Второй кейс, это у нас уже жилой комплекс, гарантия на бровной. Это наш локальный комплекс премиум-класса находится в Краснодаре, где для рекламы мы долгое время использовали только Яндекс. И с июня месяца нам таки получилось согласовать бюджеты на правом посевах Телеграм. И основной задачей, которая стояла перед нами, это увеличить количество прямых показов встреч в отделе продаж застройщика. После подключения Телеграм-площадки нам удалось не только увеличить количество показов в три раза именно внутри отдела продаж застройщика, но и повлиять на узнаваемость бренда комплекса и рост числа поисковых запросов. Сейчас я перейду к следующему слайду. Здесь я прикрепил скриншот ворсата, где виден рост брендовых запросов. И если вы посмотрите чуть выше, здесь прикреплен скриншот с рольстата, где мы сможем с вами посмотреть процентовку брака. Из 426 входящих лидов мы получили 117 неквалифицированных лида. Если мы с вами будем считать сухими цифрами, то в процентах мы получим 27% брака по заявкам. А это довольно-таки низкий процент, если мы говорим в контексте именно этого застройщика. И помог ли нам Telegram в росте брендового трафика? И только ли Telegram? Я вам скажу честно, нет. Нам помогла комплексная работа и взаимодействие площадок. Поэтому если у вас есть рекламная компания, неважно где, в Яндексе или даже в ВКонтакте, не стоит ее выключать в пользу Telegram. А следует выделить дополнительный бюджет на новую площадку. И это позволит не только вам найти новых клиентов, но возможно вы найдете точку соприкосновения с теми, кто уже видел вас. Ну и наконец-таки последний кейс, где мы перейдем наконец-таки к услугам. У нас в работе уже около полутора лет находится компания как своим. Она занимается ремонтами балконов и ЕО и Новосибирск. У нас в работе всегда было две площадки. Это Яндекс и ВКонтакте. ВКонтакте себя на порядок лучше показывают для этой тематики именно в нашем проекте. И как раз таки в сентябре месяце мы стали для себя искать новый канал по привлечению наших лидов и, конечно же, обратились к Telegram и поставили себе внутренний KPI, чтобы цена показа, показом я называю проведенный замер. Извиняюсь. Мы не должны были превысить стоимость именно проведенного замера из ВКонтакте. И, как видите, по цифрам нам это удалось сделать. То есть мы на тест зашли с 9 тысяч на рублей, получили 12 заявок и 3 показа. Да, у нас первичный лид с Telegram вышел дороже, чем из ВКонтакте, но стоимость замера у нас значительно ниже. И, естественно, мы продолжаем тестировать этот канал, и стоимость показа у нас может измениться как в большую, так и в меньшую сторону. Это же у нас все-таки тест. Но все же, если мы будем считать сухими цифрами именно этого кейса, то Telegram себя показывает на порядок лучше, чем рекламная площадка ВКонтакте. Ну и вот я делюсь с вами сейчас комментариями нашего клиента, где как раз-таки он считает первичные лиды, а не квалы. И мы это с ним уже обсудили и, надеюсь, научили его смотреть на целевые лиды и показы. И я настоятельно вам это рекомендую делать, потому что считать стоимость первичного лида это уже не про клиентский сервис, а лишь про статистику в вашем базовом отчете. Ну и вот моя презентация подходит к концу. Я надеюсь, подготовленный материал был для вас полезен. И если остались какие-либо вопросы, то с радостью отвечу на них в чате. Давайте про ссылку я расскажу. Смотрите, когда вы заводите рекламный текст в биржу, вам желательно не зашивать ссылку в текст, а вот вы именно прописываете ссылку и в нее ту же самую ссылку сшиваете. Тогда у вас не вызывается окно переадресации. А если вы вставите ссылку в текст, допустим, пройти опрос и в этот текст вставите ссылку, то у вас будет вызываться окно переадресации. Насчет маркировки... Это сделано для безопасности. То есть, как правильно сказал Родион, не все пользователи понимают, что в текст может быть сшита какая-то ссылка. И если они нажали на ссылку, которая зашита в текст, в Телеграмах предупреждают, что сейчас они уйдут в какой-то другой сайт. А если ссылка написана, как она есть и не зашита в текст, то предполагается, что человек тогда понимает, что это ссылка, нажимает на нее более осознанная, и поэтому такого окна переадресации нет. Так, а про маркировку мы уже поговорили, ее полностью закрывает биржа и разобрали с вами на примере Вау-блогера. То есть, вам там личный менеджер сможет все промаркировать и, если что, даже проконсультирует вас. У нас такой кейс есть. Если же вы не используете биржу, то тогда вся эта работа по тому, чтобы в ОРД создать токены, передать их администратору канала, который будет размещать рекламу, убедиться, что он эти токены проставил, подготовить отчет и потом отчитаться, собственно, через тот же самый ОРД, это все полностью ложится тогда на ваши плечи. Так, еще какие-то вопросы? Я вот сейчас мотаю чатик наверх, может быть, кто-то задал вопрос по ходу дела, но вроде бы нет. Ну что, если вопросов нет, тогда, если вдруг кто-то смотрит нас сейчас в записи и поэтому не мог задать вопрос онлайн, то просто обратитесь к Родиону по тем контактам, которые они скидывали и сможете пообщаться, что-то уточнить. Ну или задавайте вопросы. Да, если что, у нас есть тоже группа в Телеграме, группа в Телеграме у нас тоже есть на сайте, где мы отвечаем на возникающие вопросы, поэтому переходите по ссылке, подписывайтесь, читайте нас, мы тоже в последнее время довольно-таки активничаем. Родион, большое спасибо за то, что пришел и поделился вашим опытом, за очень подробный рассказ на конкретных примерах, с конкретными цифрами и отзывами. Это очень круто, здорово, что вы не стесняетесь это все показывать. Спасибо, спасибо, Константин, что позвали нас. Мы, собственно, продолжаем. Следующий доклад уже мой, я тоже расскажу про Телеграм Ads, про посевы в Телеграм, прошу прощения, заговариваюсь. Я буду рассказывать о нашем собственном опыте, о опыте Еламы, как мы используем посевы в Телеграм для того, чтобы собирать аудиторию на подобные вебинары. Кто, кстати, узнал о вебинарах Еламы из рекламы или, может быть, кто пришел уже далеко не на первый вебинар от Еламы, напишите, пожалуйста, в чате, и мы поймем, насколько вам будет интересно узнать, как мы это все организовываем и сколько обходится нам одна регистрация, сколько мы за вас заплатили. Ну вот, собственно, поговорим, начнем мы с того, чтобы вообще объясним, в чем особенности маркетинга в B2B. Елама – это B2B продукт, мы, собственно, упрощаем работу с интернет-рекламой, соответственно, мы работаем, как правило, с компаниями, потому что рекламодатели – это обычный какой-то бизнес, редко, когда физическому лицу интересно себя как-то в интернете рекламировать, поэтому, собственно, мы B2B. Расскажу довольно подробно о том, как выглядит наша воронка продвижения через посевы в Telegram. На примере вот как раз вебинаров у нас несколько воронок, на самом деле, я сегодня буду рассказывать только про вебинарную воронку. Отвечу, собственно, на вопрос, во сколько среднем нам находится одна регистрация на наши вебинары, и там тоже есть один подвох. Вот Родион уже рассказывал о том, что не стоит считать стоимость первичного какого-то лида, нужно считать стоимость квалифицированного лида, вот у нас тоже есть своя особенность с тем, как вообще считать эффективность вебинаров, и как правильно считать, сколько нам находится одна регистрация. На самом деле, стоимость именно регистрации для нас не так важна, мы смотрим немножко на другие нефтики, я дальше об этом расскажу. Ну и в конце дам наши рекомендации по подбору каналов и подготовке рекламных текстов для посевов. Они, на самом деле, довольно сильно пересекаются с тем, что уже рассказывал Родион, поэтому я скорее так, ну, еще раз повторю, чтобы вы точно эти рекомендации не забыли и использовали. Давайте, собственно, ознакомиться. Я вначале забыл представиться, меня зовут Константин Ижуков, я эксперт по работе с платным трафиком сервиса Елама. Елама, собственно, это платформа, которая упрощает работу с интернет-рекламой. То есть, если вы размещаете рекламу в интернете, хотя бы в двух каких-то рекламных системах или в разных источниках, вы работаете с блогерами, работаете с Яндекс.Директом, хотите запускать рекламу через официальную платформу Телеграма, ВКонтакте и много-много-много чего еще. Вот, собственно, все это гораздо удобнее делать через Елама, потому что мы предоставляем возможность запускать рекламу через 18 рекламных систем и еще плюс воплачивать, позволяем рекламные сервисы, которые нужны для работы с интернет-рекламой. На все это у вас будет один комплект закрывающих документов. То есть, не надо отдельно собирать документы с Яндекса, с ВК-рекламы, с Телеграма, в принципе довольно сложно получить какие-то документы, потому что у них нет российского юрлица. Через Елама можно размещать рекламу блогеров, на Авито объявления размещать и покупать услуги продвижения объявлений. Можно размещать рекламу на картах, на радио, и даже цифровую наружку тоже можно размещать через Елама. При этом есть возможность работать по постоплате, то есть запускать сначала рекламу, откручивать ее, получать лиды с этой рекламы, продажи, и только потом платить за эту рекламу уже постфактум. У нас есть отдельные инструменты для маркировки рекламы. Все, что можно промаркировать автоматически, оно маркируется автоматически. То, что автоматически промаркировать нельзя, мы, по крайней мере, процесс это стараемся упростить. У нас можно получить токены, у нас можно подготовить отчет и сдать его в ОРД. Я упоминал, что через Елама можно оплачивать некоторые инструменты для работы с интернет-рекламой. Гораздо большему количеству инструментов можно получить вообще бесплатный доступ, если вы работаете через Елама и, соответственно, тратите деньги на рекламу, мы за вас оплатим эти инструменты, вы сможете их использовать бесплатно. Ну и не устану хвалить нашу замечательную службу заботы, к которой можно обращаться по любым вопросам, не только по работе с нашим сервисом, но и по работе со всеми рекламными системами и всеми инструментами, которые вы используете через Ливан. Окей, минутка саморекламы закончилась, давайте немножко ближе к теме доклада. В чем особенность маркетинга для B2B-продукта? Есть определенная особенность. Первая особенность, которая не уникальна для B2B, но в B2B практически в 9 случаях из 10 встречается, это длинный цикл принятия решения о покупке. То есть от осознания потребности, что мне это нужно и до оплаты, могут пройти месяцы, то есть это даже не неделя, это месяца. В случае с недвижкой история похожа, но в B2C гораздо больше продуктов, где такого длительного цикла нет. В B2B, даже если это относительно небольшие чеки, все равно это обычно растягивается надолго. Еще важный момент, что в B2B очень часто наша ответственность, как рекламодателя, вообще донести мысль до потребителя, что у него есть потребность, которую мы закрываем. То есть зачастую в B2B потребности, они не до конца осознаны. То есть иногда мы делаем какой-то продукт классный, который очень сильно людям упрощает жизнь. Но до того, как они не познакомятся с нашим продуктом, они могут и не понимать, что они вот привыкли как-то работать, им не кажется это чем-то ненормальным. И только узнав, что на самом деле можно было это все делать гораздо проще, они проявляют интерес. То есть в случае, работая на B2C рынке, с потребительскими какими-то товарами, если мы сами не являемся производителем какого-то товара, то обычно мы работаем с уже сформированным спросом. В случае с B2B нам зачастую этот самый спрос нужно формировать. Это накладывает свои определенные… То есть это нужно учитывать, и воронки тоже строятся определенным образом, что мы понимаем, что наша задача в нашу воронку заточить даже тех людей, которые, возможно, прямо сейчас еще не осознают потребность в нашем продукте, но если они познакомятся с нами, у них это осознание произойдет, у них эта потребность возникнет, они захотят наш продукт, если они с ним познакомятся. Дальше. Еще одна серьезная особенность B2B – это то, что в процессе принятия решения могут участвовать несколько человек. Гораздо проще продать твой собственный продукт компании, если у каждого из этих людей, у них был контакт с брендом, и каждый понимает ценность своего продукта. То есть в случае, например, вот с E-Lama, люди, которые могут принимать решение о том, стоит ли работать через E-Lama или не стоит, на примере вот какого-то конечного рекламодателя, вот эта компания, сами себя рекламируют в интернете. Соответственно, есть некий человек, который, собственно, это руками все делает, в первую очередь, как мне кажется, нужно заинтересовать его, он потом будет пользоваться E-Lama. Но кроме него, это решение еще будут принимать, скорее всего, бухгалтер, потому что он отвечает за документы обороты, за оплату интернет-рекламы, и бухгалтерам мы будем объяснять, что мы из тебя огромное количество головной боли снимаем, что тебе нужно получить один комплект закрывающих документов только от нас. Теперь еще, возможно, подключится к этой истории юрист какой-то или консультант по юридическим вопросам, потому что сейчас маркировка волнует всех, штрафы уже могут быть выписаны людям, и никто не хочет под штрафы подставляться, поэтому для людей важно, что вот если мы будем размещать, как нам размещать рекламу в интернете так, чтобы нам потом никаких штрафов за отсутствие маркировки, за неправильную маркировку, за то, что мы отчеты вовремя не сдали, не прилетело. Ну и скорее всего, поскольку мы по большей части работаем с малым, средним бизнесом, мы работаем и с крупными бизнесами тоже, но просто маленьких, средних их физически больше. И там зачастую генеральный директор, руководитель компании, он тоже будет какое-то участие в принятии решения принимать. Но, по крайней мере, какой-то аппруф от него должен быть, он должен сказать в целом, что да, я согласен, окей, давайте работать через Еламу. И для чего я это объясняю? Крайне важно постараться сделать так, чтобы каждый из этих вот трех-четырех людей, иногда и больше их может быть, иногда и пять, шесть, семь, восемь, десять человек бывает, в зависимости от масштаба бизнеса. Важно постараться сделать так, чтобы с каждым из них какой-то контакт с брендом Еламы был, чтобы они где-то про Еламу услышали, где-то что-то про Еламу узнали. А в идеале, чтобы они еще и каждый понимал ценность продукта, причем применительно к себе. То есть, в случае, например, с бухгалтером, это снятие головной боли с докрывающими документами, в случае юриста, это то, что Елама помогает с маркировкой и предоставляет инструменты для того, чтобы можно было отчитаться и токены получить, вот это все. Ну и в целом Елама консультирует, объясняет, что надо маркировать, что не надо маркировать, как это делать правильно и так далее. Ну и там у человека, который будет непосредственно руками заниматься, он будет там свои какие-то плюсы понимать, что есть там бесплатный доступ, что есть инструменты полезные, что ему удобнее будет работать, у него будет аналитика в одном месте и так далее. А генерально, например, можно сказать, что благодаря тому, что мы будем работать через Еламу, не нужно будет оплачивать вот эти вот все сервисы. То есть, я бы пришел просить на них деньги, а теперь нам их дадут бесплатно, потому что мы будем работать через Еламу. Что это значит? Для чего я это все объясняю? Это значит, что обычно, когда мы работаем с V2B-продуктом, нам нужно греть весь рынок, потому что мы не можем предугадать, на кого нужно прямо сфокусировать свое внимание. То есть, мы вынуждены охватить как можно больше людей, которые похожи на нашу целевую аудиторию, чтобы в итоге больше людей покупало. То есть, мы обеспечиваем как можно больше контактов с как можно большим количеством людей, и это в целом улучшает нашу конверсию воронки. То есть, все наши воронки, вся наша реклама в целом начинает работать лучше, и люди лучше реагируют на наше предложение и с большей вероятностью становятся нашими клиентами и остаются нашими клиентами, если они очень часто с нами как-то контактировали, много про нас что-то слышали, с нами как-то знакомы, были на наших вебинарах, например. Вот, собственно, мы про них сегодня и поговорим. Еще одна особенность B2B-продуктов в том, что крайне сложно строить классическую сквозную аналитику, потому что между событиями, такими как, например, клик по рекламному объявлению, переход по рекламной ссылке, которая размечена ее теми метками, до момента, когда пользователь уже стал клиентом, могут пройти недели, даже иногда месяцы, могут смениться устройства. То есть, человек сначала это делал с ноутбука, потом на вебинар он регистрировался с телефона, на сам вебинар он пришел опять с ноутбука, ему было так удобнее, потом он в девайме опять зарегистрировался, а потом он получил письмо, письмо он прочитал с телефона и так далее. У него был сначала один ноутбук, за время, пока вот он общался, контактировал с нами, у него этот ноутбук сломался, он купил другой и так далее, и так далее, и так далее. Иногда даже люди меняются. То есть, изначально был один человек, работал в компании, потом пришел другой. Тот человек, который из этой компании ушел в другую компанию, ему хотелось работать через Еламу, поэтому он на новом рабочем месте коллег убедил, чтобы перейти на Еламу. Все это очень сложно, иногда просто невозможно отслеживать. И дальше еще более конкретные примеры приведу, которые создают огромные проблемы для нас в аналитике. К чему это все приводит? Приводит к тому, что на практике не всегда удается просчитать и доказать прямо на цифрах, что многоступенчатые воронки работают, но они работают. Это в целом на общих показателях понятно, потому что у нас есть отдельная аналитика по каждому вебинару, который мы ведем, но обычно, если вот впрямую считать, один отдельно взятый вебинар, он никогда не окупается, потому что на его организацию тратится такое количество ресурсов, что люди, которые пришли с этого одного отдельно взятого конкретного вебинара по каким-то размеченным ссылкам, с теми там контактами, которые они оставляют регистрацию на вебинар, эта история не окупает. Но в целом она себя окупает. И поэтому все, что связано с контент-маркетингом, с образовательным маркетингом, как мы его у себя в Елами называем, это все марафон, это не спринт. Нельзя организовать один вебинар, отбиться в плюс и жить счастливо. Так не работает. Обычно люди этими месяцами, если не годами занимаются, для того, чтобы это начало на больших объемах хорошо работать. Как, собственно, выглядит наша воронка через посевы в Telegram? Через посевы в Telegram мы в основном рекламируем наши вебинары. Вебинары мы можем рекламировать двумя основными способами. Мы можем в посеве сразу дать ссылку на посадочную страницу, то есть это лендинг этого конкретного вебинара у нас на сайте. Сейчас я возьму карандашик и буду прямо черкать, чтобы было понятно, про что я говорю. То есть можем человека отправить сразу на посадочную страничку и он там, собственно, регистрируется на вебинар и либо на него приходит онлайн, вот сейчас нас примерно 50 человек смотрит, либо не приходит онлайн и смотрит потом записи. Мы для... Поскольку наши вебинары, они образовательные, мы на них агрессивно, активно не продаем, поэтому нам не принципиально, чтобы люди вживую пришли на вебинары, послушали. Те, кто пришел вживую, они просто получают дополнительный бонус благодаря возможности задать вопросы в чате и прямо тут же на вебинаре получить ответы на эти вопросы. Но те люди, которые потом посмотрят записи, они для нас не менее цены, поэтому мы всегда делаем запись, мы их всегда оперативно выкладываем, мы их под замок не прячем и так далее. Все это в открытом доступе, поскольку нет агрессивной продажи. Когда компания занимается агрессивными продажами на вебинарах, им очень важно, чтобы люди пришли вживую, потому что тогда, собственно, агрессивная продажа сработает, на людей как-то можно надавить, использовать психологические приемы, создать у них чувство фома или то, что они, если они прямо сейчас не воспользуются этим предложением, они потеряют какую-то возможность и так далее. Мы ничем таким не занимаемся, поэтому нам не принципиально. Можем не везти не на посадочную страничку, можем, например, везти людей к нам в канал в Селеграм, или люди могут сами заинтересоваться, вот, что за елама такая, перейти к нам в канал в Селеграме. Мы рассчитываем на то, что они подпишутся и будут потреблять какой-то полезный, интересный для себя контент у нас в канале. Ну или они из боя, из постов уже опять же перейдут на сайт. В целом, конечно же, нам интересно, чтобы люди переходили на сайт, потому что если человек перешел на сайт, он уже попал в нашу воронку, на него будет работать ретаргетинг. То есть, если вот вы попали на наш сайт, то мы вас пометили, и за вами начинает бегать реклама практически во всех рекламных системах, которые нам доступны на данный момент. Ну, в основном, конечно, РСЯ, ВК, сейчас не так много вариантов на самом деле. Но реклама за вами будет постоянно бегать. Это наш ресурс, это наша база. Все люди, которые хоть как-то заходили на наш сайт, из поисковиков, они искали какой-то полезный контент. Люди, которые там переходили по ссылкам, регистрировались на вебинары, это все наша база ретаргетинга, мы с ней активно работаем, и это, собственно, очень такой серьезный ресурс, потому что это люди, которые с нами уже как-то контактировали, что-то про нас знают. То есть, если вы ретаргетингом не пользуетесь, особенно в B2B, это большое упущение. Если человек зарегистрировался на вебинар, то есть, не просто попал, зашел на сайт и зарегистрировался уже на вебинар, мы получили его контакты, мы собираем адреса электронной почты и номера телефонов, потому что мы хотим понимать, кто регистрируется, кто приходит на наши вебинары. Если вы не хотите давать свои контакты, ну, пожалуйста, смотрите наши вебинары в записи, мы их ни от кого не скрываем. Но как только мы получаем контакты человека, он попадает уже в отдельную воронку, это воронка нашей команды так называемого CRM-маркетинга, это наши коллеги, которые занимаются рассылками по электронной почте, в мессенджерах и другими такими автоматизированными, но при этом персонализированными коммуникациями через те каналы связи, которые это позволяют. И это как бы отдельный воронк, про который я сегодня особо рассказывать не буду. Если человек пришел на вебинар, то он может перейти по тем ссылкам, которые мы скидываем в чат, когда вот мы что-то комментируем, например, вот у нас есть инструмент, в котором можно проанализировать, в каких каналах, каких тематик рекламируются, размещаются рекламодатели из определенной тематики, то есть можно, например, наша тематика, это маркетинг рекламы. Мы можем посмотреть, в каких тематиках, помимо маркетинга, рекламы и пиара, размещаются рекламодатели вот из этой тематики. Соответственно, вашу тематику там тоже можно посмотреть. Как только вы переходите по этим ссылкам, собственно, вы опять же вот попадаете в нашу воронку в смысле ретаргетинга. Если человек смотрит запись, привет всем, кто смотрит на записи, то в описании в презентации ссылки тоже есть. Соответственно, люди могут перейти по ним и тоже как бы на них начнет работать таргетинг. Мы это все замеряем, соответственно, сколько было переходов по этим ссылкам, какие там конверсии и так далее, но на самом деле гораздо более важные показатели вебинарные это сколько новых контактов мы получили и кто вообще из этих контактов, которые мы собрали как регистрацию на вебинар, кто потом зарегистрировался в ULAMI и активировался. В ULAMI активация это первый платеж, то есть вы можете просто зарегистрироваться в ULAMI, но пока вы не начнете какие-то деньги через ULAMI перечислять на рекламные системы, вы для нас не совсем клиент, ну, не активированный еще клиент, вы еще не активизировались, вы не начали еще работать с ULAMI, по сути. Вот поэтому мы смотрим именно активации. Сколько, собственно, стоит регистрация на вебинар? Что тут важно понимать? Стоимость регистрации очень сильно зависит от широты тематики и конкуренции за внимание аудитории. Что это значит? Это значит, что если вы предлагаете продукт для очень узкой аудитории, какой-то крайне специфической, то уже сложнее будет привлекать дешевые регистрации, потому что аудитория очень узкая, это мало кому интересно. То есть если вы, ну, там, я знаю, какие-то вопросы, связанные со здоровьем, похудением, питанием, стилем, красотой, отношениями и так далее, это вопросы, которые плюс-минус интересуют всех. Ну, кого-то в большей степени, кого-то в меньшей от его личной какой-то позиции, не знаю, там, этапа в его жизни, но в целом это интересует плюс-минус всех. Поэтому, естественно, собирать аудиторию будет проще. Но второй важный момент – это конкуренция за внимание аудитории. То есть вы собираетесь организовать какие-то вебинары, например, там, про правильное питание и похудение. Ну, добро пожаловать в ад, потому что кроме вас только ленивый не делает какие-то вебинары про правильное питание и похудение. Соответственно, конкуренция за внимание аудитории огромная и аудитория разбалованная контентом, разбалованная бесплатным контентом, ну, потому что поскольку конкуренция высокая, иначе никак. Поэтому привлекать, несмотря на то, что сама тематика правильного питания, похудения, здоровья, она очень широкая и интересует много кого, ну, и конкуренция там очень высокая, поэтому как бы дешевые регистрации ждать не стоит. То есть дешевые регистрации там, где тематика достаточно широкая, но при этом еще не такой кровавый океан в плане контента, который вот постоянно на эту тему производится. Вот наша аудитория, мы поскольку занимаемся интернет-рекламой, соответственно, наша аудитория, она достаточно узкая, это в основном те, кто своими руками запускает или будет запускать рекламу. Напишите, пожалуйста, в чате как раз вот кто из вас тот самый человек, который вот своими руками обычно какую-то рекламу запускает, а кто из вас тот, кто своими руками и никакую рекламу никогда не запускает, у него для этого есть отдельно обученные люди. Ну, пока в основном те, кто сами рекламу запускают. Вот, это довольно узкая аудитория на самом деле, потому что, ну, далеко не каждый человек запускает рекламу в интернете, недалеко каждый человек этой темой, в принципе, интересуется. Вот, второй важный момент, сложный для нас лично для Елама, это то, что найти людей, которые никогда еще не были на наших вебинарах, это задача не самая простая. Опять же, напишите в чатике, кто вот впервые вообще попал на вебинар Еламы, первый раз, вот до этого ни на каких наших вебинарах не были. Вот, есть несколько человек, уже хорошо, это значит, что показатели этого вебинара в аналитике у нас будут не самые плохие. Вот, 8 лет назад, когда я лично в Еламе начинал заниматься вебинарами, конкуренция была гораздо ниже вебинаров про интернет-рекламу, особенно таких подробных, как мы делали, где, собственно, по шагу все объясняется, было очень немного. У нас конкурентов можно было пересчитать там по пальцам одной руки, причем одной руки фрезеровщика, то есть их сильно меньше пяти было. Вот сейчас, опять же, только, мне кажется, ленивый не делает какие-то вебинары, не производит какой-то обучающий контент про интернет-рекламу, наверняка вы видите множество подобных предложений. Вот, но, несмотря на это, мы удерживаем стоимость получения нового контакта на уровне полутора тысяч рублей. Это не дешево, я помню, цифры совсем другие, но я повторюсь, этим занимаюсь уже очень давно, и, естественно, не стоит ориентироваться на то, что было, там, не знаю, 5-7 лет назад, тем более 8. Вот, благодаря тому, что у нас достаточно высокие конверсии, то есть, в целом, если люди попадают в наши воронки, они с очень высокой вероятностью становятся нашими клиентами, ну, за счет, во-первых, плотности того контента, который мы производим, качества этого контента, ну, и в целом, вообще, качества самого продукта, качества сервиса. Поэтому, несмотря на то, что это довольно серьезные деньги, полторы тысячи рублей просто за новый контакт, благодаря высоким конверсиям в воронке, в целом, экономика сходится, а это самое важное. Главная мысль, которую я хочу до вас донести, вот, рассказывая то, как это устроено у нас, и как это выглядит, и что на это влияет, что вы не ориентировались на какую-то конкретную цифру, типа, я хочу, чтобы у меня регистрация на вебинар были, там, 50 рублей, 150 рублей, полторы тысячи рублей, неважно. Гораздо важнее, чтобы экономика у вас сходилась, чтобы вы понимали, что вы на организацию проведения вебинаров, привлечения аудитории на вебинар, тратите такую-то сумму денег, а потом на тех людях, с которыми вы проконтактировали, вы зарабатываете другую сумму, и эта сумма больше. И тогда все хорошо. И тогда не важно, сколько стоит одна регистрация на вебинар, важно, чтобы экономика сходила, чтобы вы зарабатывали больше, чем вы тратите. Поэтому какие-то отраслевые бенчмарки, это, конечно, интересно на самом старте, когда ты просто вообще не знаешь, на что ориентироваться. Но очень быстро это теряет всякий смысл, и ориентироваться нужно на ваш кейс, на вашу экономику, и чтобы у вас она, собственно, сходилась. Поэтому вы можете ориентироваться на те цифры, которые я показал, но я сказал о том, что это довольно дорого, потому что у нас крайне статистическая история. Я объясню, почему. Если у вас другая история, то для вас полторы тысячи – это будет слишком дорого. Если, наоборот, у вас еще более сложная, более узкая тематика, чем у нас, возможно, и полторы тысячи рублей будет недостижимым для вас результатом. Но это все неважно. Гораздо важнее, чтобы сходилась и в вашу экономику. Ну и, собственно, отвечая на вопрос, который у меня был в самом начале, как тема моего выступления указана, это как не сойти с ума, размещая посевы в Telegram. Первое, самое важное – это принять тот факт, что придется иметь дело с людьми. То есть чем хорош Telegram Ads, Яндекс.Директ, ВК Ads и другие рекламные системы? Там нет людей. Везде, где есть люди, будут проблемы. Люди так устроены, я так устроен, я тоже человек. Потому что многие, когда слышат, как я ругаю людей, начинают думать, что я как-то плохо отношусь к людям. Я тоже человек, я тоже ошибаюсь, я тоже допускаю ошибки, я забываю что-то. Поэтому везде, где есть люди, все нужно перепроверять, все нужно контролировать. При этом проблемы все равно будут. То есть люди могут не разместить ваш посев вовремя. Люди могут разместить не ту ссылку. Это частая абсолютная история, когда размещается ваш рекламный текст. Классный, вы молодцы, хорошо подготовили этот текст, сделали все правильно. А ссылка там стоит не на вас, а на вашего конкурента или просто на другого рекламодателя, который размещается в этом Telegram канале. Вы не поверите, насколько часто это происходит. Именно из-за того, что это все делается людьми. Поэтому проблемы все равно будут. Это нужно принять, и с этим нужно смириться. То есть не реагировать на это слишком остро, не превращать это в трагедию. Ошибки будут, просто нужно постараться их сократить до минимума постоянным контролем, перепроверками, уточнениями и так далее. То есть не надо стесняться быть душнилой при работе с людьми, потому что на кону ваши деньги, ваши рекламные бюджеты, вы имеете право немножко подушнить и все 10 раз перепроверить. Вам помогут выстроенные процессы. У нас в E-LAM есть разделение труда. Вот есть, собственно, спикер, он же эксперт. В данном случае это я, мы в E-LAM называем евангелистами. Это человек, который разбирается в теме, умеет про нее понятно рассказывать, в состоянии сам подготовить контент. Но евангелист не занимается, например, запуском рекламы для рекламы этого конкретного вебинара. Евангелист не занимается организацией этого вебинара. Например, у нас сегодня выступает 4 спикера, включая меня, и всю работу по тому, чтобы найти спикеров, обсудить с ними все условия сотрудничества, даты, все сроки, обсудить дедлайны и так далее. Этим занимаются отдельные люди, за что огромное им спасибо. Если бы я этим занимался, я бы точно сошел с ума. То же самое с посевами. Есть люди, которые хорошо пишут рекламные тексты, они пишут рекламные тексты. Есть люди, которые быстро научились обо всем договариваться со всеми нужными людьми, они занимаются этим. Если у вас маленькая команда, возможно, это разделение труда не будет масштабным. Возможно, в команде работают два человека, но вы как-то между собой все равно поделите ответственность и желательно делите ее таким образом, чтобы каждый занимался тем, что лично у него получается лучше. Это идеальная ситуация. Ну и плюс, конечно же, рекламенты. Есть некий документ, в котором все прописано, когда что должно происходить, кто за что отвечает, что нужно обязательно перепроверить. Вы это можете оформить в виде чек-листа. Как вам это удобно? Главное, чтобы все было записано, зафиксировано, чтобы никто потом не сказал, а я не знал, а я забыл, я считал, что этого делать не надо. Мы планируем наши вебинары и их продвижение заранее. Важно понимать, что когда вы работаете с посевами, то у популярных каналов, которые пользуются спросом среди рекламодателей, очередь на размещение рекламное может идти на недели вперед, и нужно сильно заранее бронировать слот, иногда нужно заранее заплатить денег, чтобы потом, например, не знаю, через 2-3 недели ваша реклама гарантированно вышла. Это как бы нормальная практика, когда вы работаете с популярными каналами, у которых много желающих разместиться там. Дальше. Как только вы начнете, вы, возможно, будете испытывать сложности с тем, чтобы подбирать каналы, но у вас будет постепенно копиться база. То есть вы здесь разместились, вы вот здесь разместились. Если вы в этой базе все будете фиксировать, какой текст вы размещали, какой оффер, как это все выглядело, в какое время вышла реклама, то вы постепенно начнете понимать, а что работает в вашем случае. Вы, например, поймете, что конкретно в вашем случае как-то так получается, что почему-то реклама, которая выходит вечером, лучше всего заходит. Это не факт, что будет так, но пока это не перепроверишь, сложно предугадать. Есть как бы общая рекомендация, что вроде как утром хорошо, но, возможно, в вашем случае, в вашей тематике, в тематике тех каналов, где вы размещаете рекламу, вечером лучше будет заходить. Пока не попробуешь, не узнаешь. Если вы будете все фиксировать в этой базе, то вы потом сможете делать выводы и анализировать, ага, вот есть такая закономерность, и вы сможете это использовать для, собственно, вашей выгоды. Про биржи уже рассказывал Родион, что биржам можно делегировать процесс заключения договоров, оплаты, маркировки. В случае с вау-блогерами не все биржи эту работу берут на себя, но в случае с вау-блогерами они этим занимаются. Ну, по крайней мере, про них я точно знаю, я с ними платно общаюсь. Про другие ничего, к сожалению, сказать не могу. Это снимает с вас огромное количество головной боли, особенно с маркировки, потому что эта тема, несмотря на то, что далеко не новая, мы ей начали заниматься, наверное, года два назад, если еще не раньше. Мне кажется, даже раньше, дольше, то есть никто вообще на рынке про эту маркировку ничего не знал и даже не слышал, не подозревал, что она будет существовать. Мы уже начали разбираться, что это такое, как повлияет на наш бизнес. Поэтому, собственно, мы и так хорошо и подготовились. Вот. Ну, мало кто так хорошо подготовился и так хорошо разбирается в маркировке. Поэтому, когда есть люди, которые готовы взять на себя эту головную боль, и они умеют это делать, и они это делают на постоянной основе, это, поверьте мне, дорогого стоит. Ну, и, собственно, давайте, собственно, к рекомендациям заканчиваем. Мне кажется, мое время уже начинает подходить к концу. По поводу подбора каналов. Родион про это говорил, я тоже еще раз про это вам напомню. Не зацикливайтесь, пожалуйста, на каналах, которые максимально близки к тематике вашего продукта. Обязательно охватывайте смежные каналы. Если не понимаете, какие смежные тематики можно взять, посмотрите интересы аудитории вашего сайта в Яндекс.Метрике. Если у вас есть сайт, на нем довольно много потенциальных клиентов в ваших приходит, то есть он не просто есть, где-то лежит в интернете, а туда реально довольно много людей приходит, тогда можно посмотреть интересы аудитории в Яндекс.Метрике. Если, опять же, нет своего сайта или там почти нет посетителей, их очень мало, то посмотрите популярные у рекламодателей тематики в аналитике рынка Телеграма и Ацет Илана. Тоже очень удобный инструмент, там прям сразу видно, что там на первом месте с огромным отрывом стоит та же самая тематика, что и у самого рекламодателя. Вас гораздо интересует то, что на втором, третьем, четвертом, пятом, шестом и так далее местах. Вот их тоже крайне желательно охватывать. Выделяете всегда 20-30% бюджета на тестирование, то есть будьте морально готовы к тому, что там 20-30% вашего бюджета возможно не принесет результата, но вы чему-то научитесь за эти деньги. Это нормально. И в целом в работе с посевами 2-3 провальных посева из 10 это как бы нормальная статистика. А в первую очередь из-за того, что мы всегда пробуем всегда что-нибудь новенькое, типа давайте попробуем в таких каналах, ну не зашло. Сделали вывод больше там не размещаемся и так далее. Ну и в целом бывают как бы разные ситуации. Я вначале, ну до этого говорил, что там, где люди всегда бывают ошибки, слив бюджета мог произойти из-за того, что кто-то где-то что-то ошибся сделал не так. Разные бывают ситуации. Это нормальная статистика. То есть не нужно себя корить, не нужно голову пеплом посыпать. Это абсолютно нормальная статистика. Если там ваш начальник вам не верит на слово, вот покажите ему запись этого вебинара. Костин Очуков сказал, что 2-3 провальных посевы с 10 это нормально. Вот если больше, это уже не очень хорошо. 2-3 это в пределах нормы. Обязательно фиксируйте результаты. Я об этом уже говорил. Не стесняйтесь повторять посевы в тех каналах, которые уже доказали свою эффективность. Родина об этом говорил, что вы не сможете там, не знаю, постоянно регулярно размещаться с одним и тем же предложением. Ну, потому что аудитория рано или поздно выгорит. Но если в целом аудитория канала растет и вам есть что предлагать им новенького, то с какой-то периодичностью вы сможете эти размещения повторять. Потому что почему-то кто-то считает, что вот мы один раз там уже разместились, больше там размещаться не надо, а если и надо, то там максимум через год. Нет, на самом деле можно размещать реклам гораздо чаще, просто нужно делать это как-то интересно какими-то новыми предложениями. Даже если у вас в ассортименте никаких новинок не появляется, ну, у вас появляются новые кейсы, вы как-то по-другому придумываете, как спозиционировать ваш продукт, как его упаковать, с какой стороны его показать и так далее. Разные могут быть идеи. Относитесь с подозрением к безликим каналам. Безликие каналы, это я называю каналы, которые непонятно кто ведет. Это не значит, что они гарантированно плохие, это не значит, что их нужно избегать, это означает, что к ним нужно относиться с подозрением, более тщательно их всегда проверять. Потому что когда канал ведет какой-то конкретный живой человек, он отвечает своей репутации. Поэтому он может, не знаю, дважды подумать, прежде чем сделать что-то плохое, накрутить каких-нибудь подписчиков, просмотры и так далее, он отвечает своим лицом своей собственной репутации. Если он сделает что-то не так, то ему начать заново будет очень сложно, потому что люди его знают, но ему, не знаю, придется как минимум имя, фамилию менять, менять как-то свой образ, но вообще представляться другим человеком это не так просто. Безликому каналу ничего не стоит закрыться, открыться через два дня с другим названием и никто даже не, ну, кроме тех, кто глубоко в теме, не поймет, что это те же самые люди. Поэтому очень более тщательно такие каналы всегда проверяйте. Ну, и в целом, вообще в целом, всегда проверяйте на накрутке. Даже те каналы, которые, как вам кажутся, качественные, проверенные с репутацией и так далее, все равно проверяйте. Это, если вы найдете, будете подозревать какие-то накрутки, я сегодня подробно рассказывать не буду, как это делается, есть про это отдельные вебинары, есть про это на нашем курсе, про Telegram, можно, в общем, почитать статьи, это не так сложно. Если вы, будут какие-то подозрения на накрутки, по крайней мере, у вас появится возможность, ну, начать переговоры с админом этого канала и спросить, а вот что такое, я вот как бы не очень понимаю, откуда у вас тут просмотры берутся, не могли бы пояснить. Или, может быть, выбить скидку от него, но тоже нужно действовать аккуратно, потому что люди, особенно владельцы популярных Telegram-каналов, это люди обычно с раздутым эго, опять же, это абсолютно нормальная ситуация, наверняка кто-то может сказать, что у меня раздутый эго, поэтому с ними, конечно, нужно общаться аккуратно. По креативам тоже в основном буду повторять то, что уже сказал Родион, используйте визуалы, какие-то вот изображения, у меня такая рекомендация, придерживайтесь стиля канала, то есть посмотрите, какие картинки обычно публикуются в канале самим автором этого канала, и постарайтесь в таком же стиле делать, если ваш расчет на нативность, то есть если вы рассчитываете, что человек не сразу поймет, что это реклама, то желательно делать изображение в стиле этого же канала. Если вы не боитесь, что человек сразу поймет, что это реклама, потому что вы верите в силу вашего оффера, то есть вы считаете, что у вас настолько классное предложение, что то, что это реклама, никого не отпугнет, говорите, о, круто, классно, мне это надо. То тогда, наоборот, старайтесь использовать максимально яркие, привлекающие внимание, доносящие ценность вашего предложения, какие-то креативы. Они будут выглядеть как рекламные, но в вашем случае это не проблема, потому что вы считаете, то, что у вас классное предложение, и люди им заинтересуются. С текстами точно такая же история. То есть, если мы хотим в нативность, то стараемся писать тексты в стиле автора этого канала. Если мы уверены в том, что наше предложение клевое, классное, людям оно понравится, то не стесняемся делать более рекламные тексты. Конечно, желательно креативить и придумывать что-то интересненькое, а не просто в лоб агрессивно продавать. Очень хорошо, если автор канала самостоятельно адаптирует текст, который вы написали, под свой стиль вкуса в своей аудитории, мы, поскольку много посевов размещаем, у нас довольно частая практика, довольно часто встречается, что автор канала самостоятельно смотрит на то, что мы написали, говорит, типа, ребят, сорян, я так не говорю, я так не пишу, давайте я вот так сделаю. И, как правило, это лучше. Потому что автор знает вкусы своей аудитории, потому что если бы аудитории не нравилось, как пишет этот автор, они бы на него не были подписаны. Про то, что ссылки в текст зашивать не надо, было уже отдельно проговорено, повторяться не буду. Отдельно, наверное, такой из серии «Капитан очевидность». Текст должен легко читаться, он должен быть правильно отформатирован, не нужно писать слишком длинные предложения, нужно правильно использовать пунктуацию, типографику и вот эти все душные штуки, которые, возможно, кому-то из вас не нравятся и не очень понятно, зачем это все надо. Да это все надо, чтобы текст легко читался, смысл хорошо воспринимался. Если хотите использовать emoji, это можно и нужно делать, но только для цели того, чтобы текст лучше читался и был удобно отформатирован, чтобы, опять же, легко воспринимался. То есть emoji не должно быть много, emoji удобно использовать в начале абзаца, чтобы дать понять, про что этот абзац и так далее. Для таких задач emoji абсолютно нормально, можно и нужно использовать, а просто наваливать их для красоты, вот этого ни в коем случае не надо делать. Ну и в конце небольшой бонус. Я уже рассказывал о том, что через E-Lam можно размещать рекламу у блогеров, не только в Telegram, но и в других социальных сетях. Делать я это рекомендую через WowBlogger, потому что, во-первых, они снимают с себя головную боль по заключению договоров, предъявления оплаты, являются экспертами по инфлюенс-маркетингу, через них можно размещать рекламу на разных площадках, не только в Telegram, но и в других соцсетях. Они промаркируют каждую интеграцию за вас. Можно пользоваться плюшками того, что вы работаете через E-Lam, это постоплата, это партнерская наша программа, если вы являетесь агентством или фрилансером, и можете, собственно, получать агентское вознаграждение. Ну и у нас сейчас для WowBlogger есть две акции. Первая – это мы отменили комиссию. Раньше мы брали комиссию при пополнении WowBlogger 15%, теперь она временно ноль. Успеете воспользоваться этим предложением довольно существенной экономией. Если вы до этого через E-Lam с WowBlogger не работали, то есть возможность еще и получить скидку 10% при бюджете от 150 тысяч рублей, максимальная сумма скидка 30 тысяч. Обе эти акции у нас будут действовать до 15 ноября, поэтому если для вас это актуально, вы хотите размещать рекламу блогеров, то воспользуйтесь этим предложением, можно неплохо так сэкономить. На этом у меня все. С удовольствием отвечу на ваши вопросы, хотя, конечно, времени у меня на них осталось немного. Как выбирать блогер? Смотрите, я бы не зацикливался на одном источнике подбора блогеров. То есть даже если вы, например, планируете работать через WowBlogger, это не значит, что блогера нужно обязательно искать через их каталог. Да, может получиться так, что вы найдете какого-то классного блогера и захотите с ним работать, но в базе WowBlogger его не будет, но это еще не повод расстраиваться, потому что WowBlogger может его к себе в базу добавить по вашему забросу. Это раз. А второй момент, что множество есть разных инструментов для подбора блогеров. И мы, кстати, будем скоро проводить вебинар, который будет вот исключительно про этот вопрос. Как подбирать блогеров, как их проверять на накрутке, вот эти все вещи. Поэтому там мы будем про это подробно рассказывать. Регистрируйтесь, пожалуйста, на этот вебинар. Если коротко, то вам нужно смотреть на то, во-первых, интересна ли вам тематика этого блогера. То есть вы должны сначала определиться для себя блогеров, из каких тематик вы будете подбирать. Определились. Поэтому дальше смотрим, соотносится с тематикой, которая вам интересна или не соотносится. Это раз. Два. Проверяйте контент. Смотрите, на что он вообще публикует. И опять же, соотносится это с тем, с позицией вашего бренда, с вашими ценностями, с тем вообще, про что вы, и про что ваш продукт. Отлично, соотносится, супер, двигаемся дальше. Дальше нужно смотреть на то, кто вообще у него размещает рекламу. Размещает ли, кто у него до этого размещал рекламу. Иногда есть возможность прям связаться с этими компаниями и спросить, понравилось им, не понравилось. Если это не какие-то ваши прямые конкуренты. Опять же, если вы заметите, что какие-то рекламодатели раз за разом размещают рекламу у этого блогера, скорее всего, она работает хорошо, но иначе вряд ли бы они это делали. Ну и, наконец, технические средства проверки блогеров на накрутке, они зависят от платформы. В случае с Телеграмом я крайне рекомендую использовать Тегестат. Я как-то привык пользоваться им, он мне понятен. Я там смотрю на то, как посты набирают просмотры после публикации. Картинка должна быть следующая. Пик максимальное количество просмотров должен приходиться на первый час и на первые 10 минут после публикации поста. Дальше довольно резкий идет спад и потом довольно длинный хвост, но очень узенький хвостик. Иногда могут быть небольшие всплески уже после вот этого первого максимума, который был набран. Это когда публикуются новые какие-то посты. Иногда всплески могут быть, потому что этот канал активно сам рекламируется где-то. Но они обычно небольшие. То есть если вдруг вы видите, что пост был опубликован, в первый час набрал мало просмотров, а потом что-то вдруг резко, как начал, начал много набирать, это не нормальная история. Живые подписчики так себя не ведут. Это выглядит всегда подозрительно. Вот с другими соцсетями гораздо более сложная история, на мой взгляд, потому что я привык работать с Телеграмом. С Телеграмом мне все понятно. А вот, например, с Инстаграмом, который принадлежит корпорации Мета, которая в России признана экстремистской организацией, или с ВК, я лично работал очень мало, поэтому коллеги из Вау-блогера скажут более подробно, потому что они работают со всеми площадками, в том числе с ВК, в том числе с Ютубом. Через них можно размещать рекламу практически везде, но по крайней мере там, где это пользуется спросом в России. Ну что, на этом, наверное, все. Я довольно много уже времени потратил. Я передаю слово следующему спикеру. Следующим у нас выступает Алена из агентства «Апрель». У них тоже очень интересные кейсы, кейсы со спортмастером. Я думаю, вы также, как и я, отлично знаете этот бренд. Вот и всегда интересно посмотреть в закулисье, что там происходит и как такие бренды рекламируются. Алена, начинаем? Всем большой дневной привет. Сегодня я расскажу вам о нашем совместном кейсе Digital Агентства «Апрель» и бренда «Спортмастер» и поделюсь инсайтами, как нам удалось создать комьюнити вокруг бренда и получить установки мобильного приложения благодаря работе как раз с блогерами и посевами. Для начала давайте познакомимся. Меня зовут Алена. Я группхед клиентского сервиса в агентстве «Апрель». Работала с такими брендами, как торговые центры «Мега», группа компаний «Стеллаудер», «Самолет», «Роснефть» ну и, конечно же, непосредственно со «Спортмастером». Если говорить про наше агентство, то нам недавно исполнилось 9 лет. В апреле, апрелю исполнилось 9 лет. Сейчас у нас в штате более 70 сотрудников и в этом году мы стали частью коммуникационной группы компаний «Твига». Мы обычно работаем с компаниями, которые являются лидерами в своих сферах и наши ключевые клиенты входят в топ-300 рекламодателей России. И в нашей работе мы стараемся делать упор на долгосрочное сотрудничество, благодаря чему нам удается достигать среднего срока работы с одним клиентом около 3 лет. И теперь можем вместе с вами перейти как раз непосредственно к нашему кейсу со «Спортмастером», ради которого мы все сегодня здесь и собрались. В начале нашей компании перед нами стояли три основные задачи. Во-первых, это продвинуть мобильное приложение «Спортмастер», это рост графика и продаж в приложении, и рост брендового комьюнити в телеграм-канале бренда, и в том числе рост уровня вовлеченности подписчиков. Основным челленджем для нас было наличие большого количества различных товарных и нетоварных сервисов, каждый из которых нужно было продвигать. Давайте коротко расскажу, в чем вообще их отличие, что это такое. Товарные сервисы — это сюрприз-сюрприз, то, что напрямую связано с товарами. Это, например, различные акции, это «Черная пятница», «11.11», бесплатная примерка товаров перед выкупом, это бесплатная экспресс-доставка и так далее, а не товарные сервисы. Это логично то, что не связано напрямую с товарной линейкой. Это могут быть полезные статьи, это могут быть бесплатные онлайн-тренировки, это может быть трекер активности, беговые маршруты, школа лыж, другие полезные мероприятия, какие-то, возможно, оффлайн-мастер-классы. Как вы видите, я вам перечислила сейчас буквально несколько штук, их уже набралось много, а в самом мобильном приложении их еще больше. На самом деле, их больше 35. У каждого свои фишки и механики, и, что самое интересное, своя аудитория. И нам хотелось максимально раскрыть все преимущества и показать, что на самом деле мобильное приложение спортмастера уже достаточно давно можно считать таким полноценным суперэпом со своими уникальными единицами контента и различными бенефитами. И давайте теперь немножечко поговорим про то, что вообще мы сделали, поговорим про нашу рекламную кампанию, самое главное, почему мы приняли те или иные решения, чтобы успешно достичь поставленных целей. Наш кампейн был разделен на несколько флайтов, первым из которых был ряд интеграции у блогеров и спортсменов. Мы решили, что будем строить нашу кампанию в основном вокруг работы с блогерами по двум основным причинам. Во-первых, это, конечно же, какой-то человеческий фактор и уровень доверия. На основании последних исследований мы видим, что люди больше доверяют реальным людям, нежели каким-то рекламным объявлениям от брендов, и тем самым стало понятно, что качественно подобранный блогер, который будет релевантен вашей аудитории, поможет бренду подсветить преимущества вашего продукта, что самое важное, понятным для них языком. И при условии наличия высокого качества контента поможет набрать, конечно же, высокий уровень вовлеченности. Во-вторых, работа с блогерами помогает нам закрыть сразу несколько целей от создания лояльного комьюнити с высоким уровнем доверия к продукту или к вашему бренду, в зависимости от того, что конкретно вы продвигаете, до лидогенерации и непосредственных продаж. Давайте теперь как раз поговорим немного о том, как вообще искать блогеров для своего продукта, чтобы он был релевантен выбранной тематике и вашей аудитории. Во-первых, можно искать блогеров или экспертов в качестве участников различных интервью на вашу или смежную тему. Во-вторых, очень важный тезис – гуглить не стыдно. Вы можете банально зайти в Google и написать, например, как подобрать плитку для маленькой кухни, читать полезные статьи. И далее искать на различных релевантных ресурсах как раз со статьями или другими полезными материалами человека, у которого есть хоть какая-то медийность, который ведет хоть какие-то интересные вам социальные сети, либо имеет медийный вес в вашей нише, и, соответственно, его пригласить к себе в качестве эксперта или интегрироваться у этого блогера для создания контента. Также можно обратить внимание на то, кто из экспертов принимает участие в различных передачах на ТВ или в интернете, например, в релевантных вашей нише YouTube-шоу или подкастах. И такая же история про поиск различных тематических печатных интернет-изданий. Там может быть скрыт ваш экспертный бриллиант, если можно этого человека так назвать. Плюс всегда можно посмотреть, где размещаются конкуренты, но сразу скажу, что этот вариант релевантен не всем, поскольку у некоторых брендов есть табу, и принципиальная политика не размещаться там, где размещаются конкуренты. Поэтому тут главное посмотреть, актуально ли для вас это правило. Также вы можете воспользоваться ключевыми словами вашей ниши и при помощи искать на нужных площадках в поиске нужных вам блогеров. Даже если, например, вам нужен Инстаграм, а сервиса по поиску блогеров у вас нету, то можете искать на YouTube, прямо в встроенном поисковике или, например, в Telegram, в том же Тагастате. Оттуда по имени уже тогда подходящего блогера или эксперта можете выходить на нужные вам площадки. И давайте теперь посмотрим, какие вообще есть форматы интеграции у блогеров. Мы выделяем для себя три основных формата. Их, понятное дело, больше, но это вот те форматы, с которыми мы чаще всего как агентство взаимодействуем. Во-первых, это имиджевое размещение, где, по сути, вам важен сам факт размещения у конкретного инфлюенсера. Здесь чаще всего бренды хотят ассоциироваться с какой-то конкретной медийной личностью и крутиться как бы вокруг его инфополя. Второй формат — это модель CPV, Cost Per View, где эффективность интеграции измеряется в стоимости одного просмотра рекламных единиц контента. И третий формат — это работа по модели CPA, то есть Cost Per Action, где эффективность интеграции измеряется в стоимости одного какого-то целевого действия, которое релевантно для вас. Это может быть переход по ссылке, может быть скачивание мобильного приложения. Тут очень сильно зависит от ваших целей. Но по последнему формату важно заметить, что блогеры по нему работают достаточно редко. Очень мало кто готов работать в холодную по CPA модели. То есть чаще всего в таком формате работают все-таки не при каких-то первых размещениях, больше при каких-то пакетных запусках или массовых размещениях. То есть когда у вас уже есть какие-то протестированные бенчмарки, вы уже ранее размещались с этим предложением или с этим продуктом у конкретного блогера, вы примерно понимаете, на какие результаты вы можете рассчитывать, и тогда уже есть возможность прогнозировать последующие результаты, и тогда уже блогеры более готовы работать в таком формате. Выбор формата интеграции в целом очень сильно зависит от ваших конкретных целей и бизнес-задач. Мы для себя, конкретно для этой рекламной кампании выбрали два формата. Это имиджевое размещение для демонстрации экспертности бренда и интеграции по модели CPV для максимальной охватности компании. В связи с этим в качестве первого этапа нашей кампании мы договорились на комплексную интеграцию в соцсетях блогера Артура Деланяна. Я думаю, что каждый из вас хотя бы раз сталкивался с контентом Артура. Его ролики – это, ну, прям всегда какой-то отдельный вид удовольствия. Сейчас как раз посмотрим ролик, который он подготовил для спортмастера. В трехкомнатной квартире с видом на спортмастер живет спортивная семья Бобровых. Здрасте! Семья вполне обычная. Двое детей, папа, мама идеально подходит для нашей рекламы. Это Геннадий, футболист в любительской команде. На пузо не смотрите, я вратарь. Не веришь, бей пенальти. Это жена Ирина, любит йогу и танцевать. А я бы попросил вас сейчас меня не снимать. А что это у вас там? Бесплатное онлайн занятие, уходите. Уходим? Ну ты будешь бить пенальти. А это их старший сын, со спортом не определился. Если б не в аренду инвентарь, я бы разорился. Вот младшая дочь. Она у нас чемпионка. По какому виду спорта? По количеству кроссовок. Меня не снимайте. Вот она, вся в маму. Давайте без конфликтов, это все-таки реклама. Реклама? Да, мобильного приложения Спортмастер. Большой ассортимент инвентаря, одежды и девайсов. Тренировки онлайн с тренерами World Class. И 15% скидки на первый заказ. А что вы нам рассказываете? Мы уже пользуемся. Кстати, сейчас идем на ходьбе зарабатывать бонусы. Семья, прогулки, спорт. Что еще надо для счастья? Ну, кайф же. Мне кажется, это прям супер кайф. Я каждый раз, я уже, мне кажется, тысячу раз пересматривала этот ролик, и каждый раз очень сильно от него кайфую. И как вы, наверное, заметили в своем ролике, Артур показал, какие бенефиты могут быть использованы разными членами семьи. То есть это какие-то, возможно, бесплатные онлайн-тренировки для мамы, аренда инвентаря для сына, не знаю, для дочки. Это покупка оригинальных кроссовок. Соответственно, это помогло нам успешно захватить максимальное количество сегментов целевой аудитории. И для того, чтобы выжить с точки зрения эффективности из этой интеграции по полной и для трекинга результатов этого контента с точки зрения продаж, мы подкрепили этот ролик уникальным промокодом, который давал скидку 20% на одежду, обувь и аксессуары. Давайте теперь поговорим немножко о том, на что мы рекомендуем обращать внимание при выборе блогера. Во-первых, это количество реальных подписчиков. То есть вам важно проверить, насколько живая аудитория у блогера. Это можно проверить с помощью сервисов, например, LiveDune, TrendHero, Tegastat. Плюс вы, когда будут какие-то наработки по блогерам, когда вы уже проведете много интеграции у них, можете начать вести свою базу блогеров и использовать какие-то собственные наработки. Плюс самый такой простой способ. Всегда можно запросить статистику по аудитории напрямую у блогеров по тем площадкам, где он присутствует и публикует контент. Но тут важно заметить, что этот формат подходит только для тех площадок, где такие данные по статистике есть. Это, например, YouTube или ВКонтакте. И надо учитывать, что, например, для Телеграма такой формат не подходит, так как там не хранится информация по подписчикам. Следующий критерий — это как аудитория блогера реагирует на рекламный контент. То есть надо посмотреть, какое количество дизлайков или каких-то негативных комментариев чаще всего собирают рекламные интеграции. Если вы видите, что количество дизлайков выше количества лайков или есть какой-то сильный негатив в комментариях, негативное отношение к рекламным интеграциям, то тут, конечно, стоит задуматься об эффективности такого размещения. Следующий критерий — это насколько аудитория блогера соотносится с целевой аудиторией вашего продукта. Дальше еще один очень важный показатель — это качество контента. Его можно оценить, если посмотреть на уровень вовлеченности аудитории. Мы обычно смотрим на показатели ER. Дальше стоит посмотреть на прогнозные охваты и на CPV, то есть чтобы это было внутри наших бенчмарков. Тут важно заметить, что бенчмарки зависят от тематик и площадок, они могут быть разные. И, конечно же, наличие рекламы конкурентов или каких-то запрещенных продуктов. Это, например, алкоголь, табачные изделия. Как вы можете себе представить, для нас это было максимально релевантно при выборе блогера, поскольку мы все-таки рекламируем что-то связанное со спортом. То есть продукт, который нацеливает подписчиков на здоровый образ жизни, соответственно, для нас алкоголь и табачные изделия – это вообще прям совсем табу. Что касается того, почему мы выбрали именно Артура, то есть в рамках подготовки к запуску кампании мы отсмотрели достаточно большое количество подходящих кандидатов. Мы изучили их аудиторию, посмотрели на вовлеченность подписчиков, плюс, конечно же, соотнесли тематику блога с нашим продуктом. И Артур, помимо всего того, что указано сейчас на слайде, был выбран по нескольким критериям. Это виральный потенциал контента. Мы отсмотрели прошлую рекламную интеграцию и заметили, что все ролики Артура имеют уникальную креативную составляющую, то есть он не использует никаких шаблонных приемов, и это приводит к тому, что почти все они становятся виральными, а для нас, как для рекламодателей, это означает дополнительный охват, по сути, как бы за те же деньги. И второй критерий – это у Артура пакетное размещение, то есть это дало нам возможность протестировать различные редко используемые для интеграции площадки. Это лайки, рутюб, дзен, которые, опять же, дали нам дополнительный охват. И помимо самой интеграции у Артура, мы также запустили конкурс в ВК-клипах с его роликом в соцсетях Спортмастера, и также подкрепили это все трехдневным флешсейлом с уникальным промокодом на скидку, который показал прям отличные результаты с точки зрения продаж и помог окупить интеграцию в несколько раз, причем, когда я говорю в несколько, там чуть ли не в 9-10 раз. Вот, то есть тут вам очень классный лайфхак на заметку, если вы заключаете с блогером договор и покупаете права на использование его, ну, грубо говоря, лица в своем контенте, то мы рекомендуем максимально использовать эту возможность, то есть выжать из этой интеграции все, создавайте с этим блогером публикации, подкрепляйте это все какими-то конкурсными активациями, особенно если это какой-то узнаваемый блогер. То есть постарайтесь выжать из этой интеграции и медийности блогера прям все самое лучшее. Здесь показаны результаты, которых нам удалось достичь с помощью этой интеграции. Охват публикаций в соцсетях Артура составил 3 миллиона 800 тысяч, и это было в полтора раза выше наших прогнозов. На 56% был ниже показатель CPV, чем наши прогнозные значения. Охват конкурса с Артуром в соцсетях Спортмастера составил более миллиона 200 тысяч, и у нас было более 6 тысяч участников конкурса во ВКонтакте. Следующим этапом нашей компании стала рекламная интеграция в аккаунте чемпиона по сноубордингу Алексея Соболева. В течение двух недель пользователи могли приобрести одежду, обувь и аксессуары со скидкой 20% по его уникальному промокоду. И также дополнительно вместе с Алексеем мы разработали партнерскую статью для раздела Спортмастер Медиа в мобильном приложении на сайте бренда, где мы собрали уникальный контент с наиболее интересными моментами сезона и рекомендациями от Алексея по выбору курорта. И почему же мы вообще выбрали Алексея Соболева? Алексей, благодаря своей известности среди одного из ключевых сегментов нашей целевой аудитории, с помощью его привлечения к созданию контента, нам удалось продемонстрировать свою экспертность как лидирующего бренда спортивных товаров, плюс его вид спорта был максимально релевантен для нас в период проведения кампании, и то есть мы могли подсветить как-то наши фокусные на то время товары, плюс, конечно же, мы проверили его контент на предмет высокого качества и поняли, что он сможет продвинуть наш продукт в оригинальном и интересном для аудитории формате. Теперь давайте посмотрим на самые часто попадающиеся ошибки и немножечко поговорим про то, как их избежать. Во-первых, это критическое несоответствие тем рекламируемого продукта и блогера. Тут рекомендуем подбирать блогера, который максимально релевантен вашей нише. Как конкретно это делать, я уже говорила немножечко ранее. Следующая проблема, с которой часто сталкиваются, это некачественный, неполноценный брифинг блогера. Я думаю, все мы с вами знаем фразу «какой бриф, такой креатив». Поэтому если вы планируете на регулярной основе работать с блогерами, то мы рекомендуем разработать прям полноценный, максимально детальный шаблон брифа, где будет прописана вся информация по вашему продукту, будет прописана информация о целях интеграции, ключевые слова, которые блогеру нужно использовать, и какие-то дополнительные любые ограничения. А также обязательно, обязательно не забывайте добавлять пометку, что абсолютно все публикации должны выходить только после вашего письменного согласования. Это кажется достаточно очевидной рекомендацией, но на самом деле много кто сталкивается с неприятными сюрпризами, если это в бриф не добавлять. Следующий пункт — это взаимодействие и оплата без счета, без договора или каких-либо других документов, или это задержка в оплате блогеру и несоблюдение обязанностей сторон по договору. Тут тоже все в целом достаточно просто и банально. Вы сначала подписываете договор, только потом вы начинаете работать над интеграцией, и не забывайте вовремя оплачивать блогера, иначе можете опять же столкнуться с дополнительным негативом с его стороны. Следующая проблема — это отсутствие рекламных меток и токена при размещении или несвоевременная передача данных о размещении в URIR. Тут, понятное дело, обязательно корректно регистрируйте все размещения в URIR и не забывайте вовремя подавать отчетность. Следующая проблема, следующая ошибка — это отсутствие предварительного анализа ресурса блогера. То есть помимо того, что вы можете самостоятельно оценить качество контента блогера и примерно прикинуть, какие ресурсы у него есть для создания контента, вы всегда можете уточнить напрямую у инфлюенсера, есть ли у него отдельная предакшн-команда или же все-таки он все это записывает самостоятельно, не знаю, на какой-нибудь дешевый штатив в ванной, чтобы не было потом ситуации ожидания реальность. И последний пункт — это отсутствие аналитики по результатам размещений. Тут важно проводить прогнозную аналитику до самих размещений, чтобы вы понимали, на какие показатели вы можете рассчитывать и за что вы, по сути, платите блогеру. Это можно сделать, запросив у блогера статистику по другим рекламным размещениям, чтобы вы могли примерно прикинуть, на какие результаты вы можете надеяться. Плюс немаловажно в конце интеграции также анализировать результаты и делать выводы, почему были или не были достигнуты поставленные KPI. И заключительным этапом нашей компании стала крупная конкурсная активация в Телеграме, в рамках которой мы разыгрывали iPhone. И главной целью было привлечение новых подписчиков в канал бренда, а также повышение уровня вовлеченности уже текущей аудитории. И для дополнительной мотивации скачивать мобильное приложение, поскольку это было одной из ключевых целей всей компании, мы сделали это обязательным условием для участия в конкурсе. Если говорить максимально откровенно, то для бренда это стало таким достаточно первым масштабным розыгрышем, поэтому мы решили использовать дополнительные инструменты для продвижения этой активации. Во-первых, мы задействовали посевы в релевантных пабликах, мы подобрали 15 сообществ для размещения по основным интересам сливой аудитории. Это спорт, фитнес, юмор, развлечение, дом, семья, образование, наука, красота, здоровье, мода. Плюс, конечно же, не забыли про группы с регулярными скидками и акциями. Мы решили выбрать достаточно такой широкий список релевантных тем, поскольку, как я уже говорила в приложении Спортмастера, очень много различных сервисов, которые подходят под разные сегменты целевой аудитории, поэтому мы захотели протестировать разные направления ниш. Но, наверное, такое единственное предостережение, которым хотела бы поделиться, это размещение в скидочных и акционных каналах. Вы можете от них получить достаточно быстрый результат, но, скажу честно, аудитория, которая придет к вам в канал, скорее всего, будет состоять из ярых призоловов, которые потом после участия в конкурсе, скорее всего, от вас отпишутся. Какой логике стоит придерживаться при подборе пабликов для посева? В целом, мои коллеги уже достаточно много информации на эту тему дали, поэтому постараюсь максимально быстро пробежаться по этому слайду. Во-первых, всегда важно понимать цель размещения на каналах. Это может быть как конверсионная охватная или имиджевая механика. То есть, если вам нужны охваты, то, в первую очередь, вы должны смотреть на средний охват и на количество репостов и постов. Это можно посмотреть в Тагастате. Если нужна конверсия, смотрим на ИАР от количества подписчиков или на ИАР от охвата, плюс смотрим статистику в Тагастате по количеству подписавшихся на другие рекламируемые каналы. Например, если вам нужна именно конверсия в подписчиков. То есть, если это имиджевая история, то смотрим как можно более экспертные каналы с личным мнением автора. Это может быть какая-то экспертная оценка, может быть какое-то известное имя. И важно, чтобы это был какой-то уникальный контент, не просто копипаст статей или постов. Дополнительно мы также разработали отдельный контент-план с креативными постами для продвижения сервисов в мобильном приложении, в том числе задействовали нейросети. Мы рисовали уникальные иллюстрации, делали релевантные нашей аудитории мемы, плюс старались интегрировать максимальное количество интерактивных и вовлекающих механик. Здесь как раз на слайде можно посмотреть примеры контента, который мы использовали. И немножечко поговорим про результаты. У нас было более 100 тысяч уникальных участников конкурса в Телеграме. Мы перевыполнили KPI по охватам посевов конкурса почти на 28%. И за месяц на наш канал подписалось более 80 тысяч подписчиков. На этом по моей части все. Всем большое спасибо. Готова ответить на любые вопросы. А вопросов, я так вижу, достаточно много в чате. Да, сейчас постараемся выцепить более интересную. Во-первых, огромное тебе спасибо за то, что пришла и поделилась вашим опытом. Еще раз спасибо за то, что еще раз мне показал ролик Артура. Артур, конечно, просто гениальный. Так классно делает рекламу, мало вообще кто умеет. Всех очень интересуют деньги. Можешь хотя бы сориентировать? Вот люди уровня Артура и профессиональные спортсмены, чемпионы. Это какой порядок цифр? Это десятки тысяч рублей, это сотни тысяч рублей, это миллионы? Ой, вопрос очень камерный, если честно. Давайте поделюсь информацией про Артура. Все-таки, если речь идет про Артура, там мы говорим о миллионах. Но опять же, как я уже сказала, такие инвестиции очень хорошо окупаются, если вы используете эту интеграцию по максимуму. А вот как раз про окупаемость дополнительный вопрос. Когда ты говорил о том, что это окупилось порядка девяти раз, это речь про выручку с тех покупок, которые были... То есть это не по прибыли, это по выручке. Тех покупок, которые были совершены с его промокода. Это по продажам, да. Ну, все равно там, даже с учетом того, что это по выручке, а не по прибыли, то есть это все равно отличный результат. И я уверен, что даже по прибыли она тоже все хорошо окупилась. Так, сейчас еще поищем интересные вопросы. Просят открыть еще раз слайд с креативами. Можешь немножко рассказать о том, почему креативы разные, для чего они было нужно, что из этого хорошо сработало, что хуже? На самом деле мы на слайде собрали лучшие креативы. Понятное дело, их было намного больше. Мы заметили, что у нас очень хорошо отрабатывает формат иллюстраций, поэтому мы стараемся задействовать такой формат в контенте как можно больше, поскольку это достаточно низкий с точки зрения инвестиций формат, который позволяет очень наглядно показать какую-то поэтапность использования тех или иных сервисов. Плюс наша аудитория очень хорошо реагирует на различные мемы. Видимо, у нас в канале собрались какие-то отдельные весельчаки. Но мы видим, что по реакциям у нас обычно мемы набирают больше реакций, чем какой-то более продающий контент. Также мы старались максимально подсвечивать трекер активности, поскольку для нашей аудитории это очень интересный формат, где можно не только смотреть и измерять свою активность, но и получать за это какие-то призы и баллы. То есть там проводятся постоянно какие-то розыгрыши. Ну и, конечно же, нейросети. Это, я думаю, контент, который пока что интересен всем, особенно если делать его не похожим на то, что делают другие бренды. Вот, поэтому это, наверное, три таких формата, на которые наша аудитория реагировала лучше всего. Там есть достаточно, ну, есть вопросы по поводу того, что считаете ли вы вал, вы прибыли и так далее. Коллеги агентствам обычно рекламодатели цифры по прибыли никогда не показывают. Это внутренняя коммерческая информация самого рекламодателя. Поэтому я уверен, сам спортмастер все посчитал и радуется тем цифрам, которые у него получились. Но вряд ли Алена она не знает, поэтому ее мучить и такими вопросами мы не будем. Наверное, давай еще немножко про креативы поговорим совсем немного. Стоит ли придумывать что-то действительно оригинальное и как-то через голову прыгать, какие-то сложные мемы прорывные использовать, которые только-только зафорсились, или все-таки лучше работает что-то старое, доброе, знакомое? Тут, наверное, важен какой-то микс и тест разных креативов. То есть тут важно посмотреть, на что ваша аудитория лучше всего реагирует. То есть если им нравятся какие-то олдскульные мемы, назовем это так, то почему бы и нет? Вы можете продолжать спокойно использовать мемы, которым уже 10-20 лет, если вы видите, что аудитория не заходит. Если вы видите, что аудитория более молодежная, которая следит за трендами в делсах, в ВК-клипах, то, конечно, ей скорее будут понятны более какие-то новые тренды. Но я бы, наверное, рекомендовала использовать микс, протестировать и те, и те форматы, посмотреть, на что лучше аудитория реагирует. Да, потому что действительно, это ответ, который не любят слышать, но он правильный. Пока не протестируешь, не узнаешь, и не стоит себя заранее чем-то ограничивать, а лучше попробовать все и убедиться в том, что конкретно в том случае работает лучше всего. Окей, тогда на этом все. Еще раз тебе огромное спасибо за то, что пришла и поделилась вашим опытом. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!